Всем привет, ребята, добро пожаловать на Моббити канал снова, меня зовут Юлия, спасибо, что зашли ко мне в гости снова. Сегодняшнее видео для меня не было целью, то есть я не собиралась снимать, сегодня никакое видео, просто как получилось, я решила поиграться со светом, и тут я увидела, насколько красив свет в моем экране смотрится, я поняла, что я хочу снять видео сегодня, и поэтому да, сегодня у нас будет такой chill видео, сегодня у нас воскресенье, я обычно никогда не снимаю в воскресенье, в 9 вечера почти, но в общем да, иногда бывает этот, знаете, настрой какой-то творить, да, и вот это как раз-таки он его поймала. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами чем-то интересным, а именно пиар-рассылкой от всем известного, наверное, самого известного корейского сайта, который продают корейскую косметику, который называется YesStyle. Если вы не знаете, я являюсь инфлюенсером для YesStyle, и очень часто у них происходят какие-то интересные компании, в которых они предлагают поучаствовать, они присылают тебе продукты, ты их пробуешь, и потом, в общем, они ждут твой честный обзор. Кстати, у меня есть для вас код BEAUTY23, вы можете использовать его на свои покупки, чтобы сэкономить 10%, если я не ошибаюсь, я не прошу вас использовать его, просто это, знаете, такой небольшой бонус для вас. И заодно, мне кажется, это тоже очень такой простой способ поддержать блогера, потому что, да, я получаю небольшую комиссию с этого кода, хотя я ни разу не получала, в общем, я напишу его внизу. Первое. Мне прислали целую как серию ухода за кожей лица от бренда Haruharu. Я слышала об этом бренде от многих бьюти-блогеров, набирает популярность он, это факт. И первое, что прислали они мне на пробу, это вот такой тонер на основе черного риса, в нем также в составе имеется гиалуронка, что безумно хорошо для увлажнения кожи. Первое, что я хочу сказать, что этот тонер, он очень легкий по консистенции своей, что невероятно здорово на летнее время его использование. У него есть такой легкий аромат какого-то экстракта чего-то, я не думаю, что это экстракт черного риса, потому что не думаю, что черный рис как-то пахнет, но им приятно пользоваться. Точно могу сказать, что вы получаете эдакое спа-наслаждение на своей коже, и после использования кожа действительно чувствуется такой увлажненной, в ней достаточное количество влаги, и можно переходить уже к следующему пункту вашего ухода за кожей лица. Я его использую как утром, так и вечером, и утром и вечером хочется все-таки влаги на своей коже. Кстати, забыл сказать вам, ребят, это очень важно. Сама серия Хару Хару пришла вот в такой вот коробке картонной, и в картонной коробке этой я нашла, знаете, что вот такую открытку, и знаете, вот как из 90-х. Под разными углами вы можете видеть разную картинку, это очень круто, как из 90-х опять, и до нее очень приятно дотрагиваться так же ногтем, мне это очень нравится. И вот в таком мешке, мешочке, можно хранить все эти компоненты ухода. Далее, конечно же, никакой уход корейский не обойдется без сыворотки для лица, из этой же серии. Сыворотка мне показалась интересной. Во-первых, когда упаковка, мне очень понравилось, как она смотрится. И сама сыворотка, она действительно очень легкая, и у нее опять же такой же запах, как и у этого тонера, то есть очень приятно наносится на лицо, и дает также такое минимальное охлаждающее действие. Я использую эту сыворотку так же, как и утром, так и вечером, и она мне понравилась. Опять же, я ее еще пока тестирую, но за неделю-полторы, сколько я использовала ее, у меня не возникло ни одного вопроса, и также меня не высыпало, не обсыпало все лицо мое, что очень круто. Далее, для того, чтобы нам закрепить тонер и также сыворотку, нам нужен крем, крем из этой же серии. Когда я увидела упаковку этого крема, я сразу подумала, что это смотрится очень мило, вот бы когда-нибудь его купить, и вот мне его отправили, как это мило. Единственное, что мне кажется, упаковка эта, она супер классно смотрится мило на вашем туалетном столике, да, но ее, по сути, достаточно сложно хранить, потому что приходится ее как-то класть, чтобы она, ну, видна была, да. С ней нужно аккуратно быть в том плане, что она очень легко может потеряться где-то у вас там за углами. И вот крем, у меня возник к нему вопрос, если честно, почему? Потому что, когда я использовала его, я нанесла его поверх своей сыворотки Estée Lauder Advanced Repair, этот крем, он на моей коже стал неравномерно засыхать. Как будто бы, вы знаете, когда вы используете сыворотку с витамином С, она может белить ваше лицо, то же самое сделал этот крем. Я так думаю, что это такая реакция возникла именно с этой сывороткой, потому что, когда я использовала всю эту серию вместе, такого не было. И крем, на самом деле, этот, он не такой легкий. Я почему-то ожидала, что он будет прям таким легким, такая у него будет летняя какая-то консистенция в плане как гелевая, да. Но нет, он, я бы сказала, достаточно плотный, именно поэтому я его использую, как правило, именно в ночное время. Иначе, я думаю, что это может дать слишком много жирности на моем лице в течение всего дня. Но вообще, очень приятный крем, но вот жирный. И для меня лично, наверное, все-таки жирность этого крема, это единственный такой маленький недостаток, потому что во всем остальном этот крем очень даже хорош. Вечером, и крем дает реально очень такое хорошее увлажнение, кожа действительно напитана всем, чем она должна быть напитана. И я еще буду, естественно, все тестировать, и потом, я думаю, через пару месяцев скажу вам, есть ли результат от использования этих продуктов от Haruharu. Конечно, никакой уход, неважно, это корейский уход или европейский уход, не может обойтись без умывалки или геля для умывания. И на этот раз мы получили гель от бренда B Lab, называется он Matcha Hydrating Foam Cleanser. Изначально я подумала, что пенная умывалка, это вроде не так звучит интересно, я думаю, но, наверное, не понравится мне этот товар, потому что я не совсем люблю вот прям чисто такие пенящиеся умывалки, просто потому что они могут не очень хорошо отмыть ваше лицо от всей косметики. Поэтому я была приятно удивлена, когда я открыла упаковку этого средства, использовала его в первый раз, я была в шоке от текстуры этой умывалки. Сейчас расскажу вам, в чем дело. Дело в том, что текстура у этой умывалки вот не скажет, что это какая-то пенка, нет, это скорее гель, да, гель, который преобразуется постепенно в эту пену и смывает все на своем пути. Я имею в виду, ну, весь ненавистный макияж, который должен уйти с вашего лица утром или вечером. Так вот, прикол умывалки этой в том, что в составе этого геля для умывания имеются экстракты мачи. И самое классное, что эта умывалка, она еще и легко-легко скрабирует ваше лицо, пока вы его мыете, что двойной плюс, потому что, если я сравню, например, эту умывалку с умывалкой от бренда, сейчас вспомню название его, Тача. Вот, у них есть умывалка, которая скрабирующая, но там прям такой нормальный скрабирующий эффект. Здесь же он очень слабый, это как раз-таки то, что нужно, как мне кажется, на каждый день, мне это очень понравилось. Я забыла вам показать, как это все смотрится. В общем, вот таким образом смотрится этот гель для умывания, когда... А, вот, видите? Вы видите, ребята, или нет? Ну, в общем, здесь есть небольшая частица этой мачи в составе. Это так круто! Мне очень нравится, когда умывалки для лица, эссенции для лица имеют в себе какие-то частицы полезных элементов. Кому-то не нравится это, кому-то нравится. Мне очень нравится знать, что здесь есть мачо, самый классный натуральный ингредиент в составе этого средства. Я поймалась на мысли, что я использую каждый день эту умывалку и утром, и вечером, и я более-более чем удовлетворена с тем, как мое лицо чувствуется после умывания этим средством. Мне кажется, до этого я ни разу не слышала об этом бренде Be Lab, но сейчас я буду о нем знать это точно. И эта умывалка, кстати, тоже pH Balance, то есть 5,5, все здорово, не разрушит естественный защитный слой вашей кожи. Я не эксперт в уходе за кожей, но я любитель, и я обожаю корейскую косметику, как вы, наверное, уже знаете. И на самом деле, да, я считаю, эта умывалка, она просто классная. Я буду, мне кажется, еще раз покупать ее, потому что хоть изначально, забыла сказать, изначально мне не понравился аромат умывалки, это так же, как и у этой. Знаете, в чем дело? Потому что они без запаха, то есть нет тут никаких добавленных запахов. И это пахнет как какое-то, я не знаю, мыло. Пахнет как какое-то хозяйственное мыло. Я не брошу любить или запах хозяйственного мыла в моей умывалке, я думаю, мало кто из нас любит хозяйственное мыло ощущать, как будто, да, в умывалке. К аромату хозяйственного мыла, так сказать, я привыкла через буквально два дня использования, а к аромату вот хозяйственного мыла в этой умывалке от Haruharu я не привыкла. И мне кажется, я не советовала бы именно эту умывалку, если вы чувствительны к запахам, если вы не любите какие-то странные ароматы в косметике, в уходе, хоть я не получала это в пиар. Поэтому это нужно иметь в виду, в общем, да, я в большом-большом восторге от этой умывалки, использую ее каждый день и не планирую восстанавливаться. Следующее, что прислали мне на обзор, это вот такая эссенция-вода очищающая для лица. Изначально я подумала, что это, наверное, эссенция, я должна использовать ее после умывания, да, но нет. Это вообще эссенция-тира-вода, которая очищает остатки макияжа с вашей кожи и в составе этой эссенции-тира-воды находится еще экстракт улитки, то есть муцин улитки, я имею в виду. И что это должно делать? Это должно уменьшать вид ваших морщин и, в общем, это основная функция вообще муцина. Сделать нас гораздо более молодым как можно дольше, молодым выглядящим как можно дольше, вот, наверное, правильно так сказать. Меня очень порадовало, что здесь вот есть такой значок, на котором написано Allure. Этот продукт он победил в одной из номинаций, я так понимаю, да, в 2020 году в июле, то есть это был продукт журнала Allure в каком-то месяце, я так понимаю, это круто. Продукт на самом деле классный, мне он понравился. Здесь имеется потрясающий аромат. Если вы любите ароматы косметики, если вам нравится даже в дорогих уходовых средствах чувствовать какой-то аромат люкса, то продукт этот вам должен понравиться. Просто потрясающий такой, знаете, аромат какого-то дорогого средства, вот как от Estée Lauder или все-то вроде того. Вот такая у него консистенция. Супер быстро впитывается в кожу, не оставляет никакой липкости, что в принципе и мы хотим вот очищающей воды-эссенции, что здорово. Как вот, знаете, парфюм какой-то пахнет. Кому-то может не понравиться это 100%, потому что не все любят, чтобы лицо благоухало, да, после использования уходового средства. Но мне нравится то, что у него есть аромат. Как-то так. Просто хочется везде намазаться им, настолько он приятно пахнет. После моего первого раза использования я решила посмотреть на состав, естественно. И я подумала почему-то, что муцинолитки здесь находятся на каком-то пятом месте, но нет, он находится здесь на втором месте после воды, что безумно круто. И по цене, на самом деле, это средство тоже, оно не очень какое-то дорогое. Поэтому я продукт этот обожаю, и я думаю, что это будет не первый раз определенно на покупке этого продукта. В этой пиар-посылке, кстати, мне положили еще вот такие, как диски ватные. Сначала я подумала, это диски ватные, но, знаете, есть такой корейский тренд. Вы мочите вот эти маленькие такие диски в эссенции и кладете их под глаза. Таким образом, вам не нужно использовать там каждый день патчи под глаза. Я еще не пробовала это, потому что мне показалось это немножко странным. Я еще не читала инструкцию, как этим пользоваться. Но это здорово, потому что они очень-очень тонкие, и их тут очень много также. Посмотрите, хватит на долгое время, как мне кажется, также. Следующее, что меня поразило в этой коробке, прям действительно, я сказала вау, много раз, когда я использовала этот продукт. Это маска Super Matcha. Я использовала ее, когда я получила только эту посылку, и вау, боже мой, как красиво выглядела моя кожа после использования этой маски. Я обычно люблю ее использовать, когда я ухаживаю за собой, то есть, когда у меня свой спа-вечер. Допустим, я принимаю ванну, я сажусь в ванну в этой маске, и, в общем, все отпаривается классно при использовании этой маски, как мне кажется. Маска пахнет просто потрясающе. На Е-стайл на нее отзывы тоже очень-очень хорошие. Она пахнет вот как дорогой спа. Очень вкусно. Ее очень легко нанести на лицо, распределить. Она не очень быстро высыхает, но не очень медленно, и через, по-моему, 10 минут вы ее смываете, и вуаля, ваша кожа, она очищается, должна очищаться в перспективе использования ее от черных точек. И, кстати, упаковка, она именно об этом нам и говорит, если вы можете видеть, здесь нарисован нос, на котором черные точки. Эта маска, она супер-классно справляется с тем, что она, может быть, со временем даже препятствует возникновению черных точек, особенно на области, носа. Глиняная текстура, вот что я имела в виду, она глиняная по текстуре, но это не та глина, которая, знаете, вот продается в аптеках там по 20 рублей. И да, я использовала ее также сегодня, сейчас вам покажу, как я использовала ее. Очень приятно ей пользоваться, очень приятно пахнет. Я буду использовать ее, как минимум, наверное, 2-3 раза в неделю, чтобы увидеть полный эффект от этой маски. Супер-супер классный продукт, очень советую, если вы любите пробовать что-то новое из корейской косметики, из корейского ухода, я в восторге от нее. Любовь. И последнее, что я получила в пиар-рассылке от YesStyle, это крем от бренда Benton, или Benton, наверное, Benton все-таки, с морковкой. Я такая, что? Морковка, серьезно? Я, мне кажется, об этом креме уже где-то слышала, в каком-то журнале, возможно, о нем читала, но я ни разу не представляла, чтобы в креме может быть вот как экстракт морковки, да. Это что-то необычное, вот до чего дошли технологии, не так ли? И крем этот, конечно же, оранжевого цвета, чего, в принципе, мы и можем ожидать. И я его использовала все-таки на ночь, я считаю, что он немного-немного такой жирненький, но не совсем прям жирный, как, например, крем от Haruharu. У этого крема все-таки не такая жирная текстура, но он, тем не менее, очень питательный, как мне показалось. Он пахнет очень вкусно, по цвету он также оранжевый, очень приятный. У него есть такой какой-то легкий-легкий аромат, не такой сильный, как, например, у нашей эссенции, да, с улиткой. Я бы сказала, еле заметный аромат, наверное. И вот таким образом выглядит он, когда я его нанесла на кожу, и очень легко впитывается он тоже. Поэтому с этим кремом я точно подружилась, я использую его, как правило, либо когда я делаю полную свою серию ухода с экстрактом улитки, с муцином улитки, либо, ну просто, когда я захочу, чтобы моя кожа была гораздо более напитана на следующий день. Многие говорят, что крем действительно вообще пушка, он очень классный, и многие сказали, да, что действительно он немного жирный, поэтому многие используют его именно в зимнее время года. Я думаю, что и на лето тоже норм, но просто в вечернем ритуале это было бы гораздо круче. Если вам интересно, сам экстракт моркови и также каротины, которые находятся в этом креме, находятся на четвертом месте. И да, я использую его как можно чаще, потому что я хочу понять вообще, что это за крем, и как он может сделать мою кожу лучше. Я сейчас пытаюсь использовать много кислот, я пытаюсь использовать PHA, BHA, какие-то скрабирующие средства в сочетании с увлажняющим. Я думаю, что это тот самый баланс, та самая золотая середина. И в общем, да, это то, что отправила мне E-Style на обзор, я безумно благодарна. Поэтому да, это очень круто, потому что таким образом я могу попробовать много разных средств корейской косметики, сказать вам, что круто, что возможно не очень, потому что мы все знаем, что сейчас столько много корейских брендов, и ты даже не знаешь иногда, что покупать. Даже я иногда, когда делаю заказ, неважно на каком сайте, я перед этим хочу погуглить, посмотреть на ютюбе видео, кто что говорит о каком средстве. Надеюсь, вам это видео помогло, надеюсь, вы что-то узнали новое из этого видео, о том, что сейчас есть нового на рынке корейского ухода. В общем, да, ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я, опять же, не ожидала, что я сегодня вот так сяду перед камерой и буду говорить о корейском уходе. Сейчас как раз-таки вечер, время идти ко сну, и поэтому я буду использовать, ну, я буду использовать больше половины средств, которые сегодня показала вам, потому что я все еще их тестирую, поэтому у меня есть с чем экспериментировать, чтобы потом в будущем рассказать вам о результатах, есть они или нет. И на этой ноте, пожалуй, ребята, я буду прощаться с вами. Спасибо большое еще раз, что были здесь со мной сегодня. Желаю вам хорошего начала рабочей недели. Желаю вам также прекрасного настроения. И я также хочу, чтобы все средства, которые вы пробовали, неважно это косметика или уход за лицом, всегда подходили вам. Ну, все, ребята, всех целую, всех обнимаю. Ваша Юля. Всем пока.